Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «На связи с муниципальной властью». Как всегда по средам я, Андрей Острев, с вами обсуждаем, что у нас там опять сделала муниципальная власть хорошего или плохого. И сегодня, бесспорно, самым обсуждаемым событием была сессия городского совета. И сегодня мы ее с вами разберем. Что там было, как там было. И у меня сегодня два гостя. Это директор департамента ЖКХ Андрей Палько и глава фракции «Обедная самопомощь» вылетела в Николаевском городском совете Федор Панченко. Здравствуйте. И начнем мы вот с чего. Дно углубительной работы. То есть, это была сессия, собрана мэром Сенкевичем, для того, чтобы обсудить вот эту катастрофическую или не катастрофическую, собственно говоря, ну, судя по реакции, особенно в СМИ, катастрофическую ситуацию с дноуглублением в нарушение чего-то там. И, собственно говоря, чего там нарушили, в чем там самая главная проблема. И самое главное, что сделала сегодня Рада для того, чтобы, ну, каким-то образом остановить эти работы или что там с ними происходит. Андрей, вам слово. Добрый вечер. Студия, гости, зрители. Действительно, работы, которые проводит на сегодняшний момент администрация морских портов, это необходимые работы, которые периодически проводят администрации по разным направлениям, по разным городам для возможности подъезда транспорта водного к портам. Но если, например, работы проводились такие в предыдущие годы, оно где-то не сильно затрагивало интересы жителей, то в этом году администрация морских портов предложила зону для выброса того ила, который выбирают из причалов, в точке, которая находится очень близко к нашему Дюсоку, к пляжу Чайка в Корабельном районе, тем самым вызвав массу негодований у жителей и ехтсменов в данном микрорайоне. Кратко, в чем суть и в чем суть сегодняшней сессии. 24 мая были начаты работы по новоглублению. При этом документация, которая была подготовлена администрацией морских портов, там есть только один документ, который согласовывается с исполнительными органами городской власти. Это заявление о намерениях. То есть это был первоначальный документ, о котором администрация сказала, что мы вот хотим сделать нового углубления, вот как бы мы вот заявляем о своих пожеланиях. Ну и естественно в рамках действующего законодательства эти моменты были отработаны. Но дальше пошло уже немножко нарушение. В чем нарушение? Потому что не было общественных слушаний проведено, не было ознакомлено с авосом. Что такое авос? Авос это объект влияния на окружающую среду. То есть экологическая составляющая? Да, экологическая составляющая, потому что все-таки это одно углубление. Это идет передвижение грунтов под водой. Соответственно это может влиять на акваторию, на рыбное хозяйство и на агропромышленный комплекс, так как это идет движение воды и этого ила. Поэтому вот в этом вопросе должно было быть проработано документация. Дальше. Администрация морских портов заключает в следующий договор на проектирование. Проводит согласование через Управление экологии, область администрации, через Министерство экологии государства. Более того, во время нереста рыбы проводит согласование не через наш Николаевское представительство рыбоохраны, а проводит это через Госрыбоохранство Украины. И оно дает разрешение? Да, оно у меня даже с собой есть. Отдает разрешение на проведение этих мероприятий во время нереста. Поэтому вот вопрос и возник о том, что негодование людей, негодование депутатов и городских властей в том, что зачем так делать? Ведь была проработана гидрографика в 2016 году, точки, где есть вот подобные ямы в дне, которые можно засыпать. И выбрана именно самая такая точка, которая влияет на жизнедеятельность города. Хотя можно было выбрать одну, вторую, третью, четвертую, которые находились бы намного дальше и которые бы не влияли... Ну, скорее всего, это экономическая составляющая. Да, это экономическая составляющая, скорее всего, составляющая в отношении того, что это самая ближайшая точка к месту выброса. Более того, на следующий момент второе нарушение, о котором говорится. Должен быть этот, господи, скажите мне, который выбирает грунт... Земснаряд. Земснаряд. Потом должна быть шаланда, потом переезд в непосредственно в точку выброса. Куда выбрасывается он? Здесь, как такое, люди говорят, что шаланды нет. То есть этим земснаряд... Сразу напрямую выбрасывают на берег? Сразу выбрасывают рядышком и нету этого... То есть идет нарушение самого процесса, правильно? Ну и сегодня, более того, было указано в отношении того, что тот самый земснаряд по ходу движения еще и где-то яхту ударил. Поэтому в рамках этих всех факторов была собрана внеочередная сессия городского совета. Ну вот давайте как раз по поводу сессии поговорим. Как раз с депутатом мы не зря пригласили сегодня. Вы как депутат, как депутаты, как депутатский корпус в целом, вот в рамках этой проблемы, ну голосование, что вы там приняли и какое действие это окажет? Смотрите, ну было принято, во-первых, я не буду вдаваться в абсолютно точные формулировки. Во-первых, были отозваны, ну абсолютно все, какие только возможные там были. Даже, как говорится, я считаю, депутаты перестраховались возможные согласования или подписи, которые могли теоретически дать согласие на проведение этих работ. Было обращение принято в правоохранительные органы, к народным депутатам. Они были приглашены сегодня на сессию. К сожалению, явились не все, но это, как говорится, на совести каждого индивидуально. И этот вопрос, в принципе, среди депутатов никаких разногласий не было. И вызвал единогласную позицию абсолютно, но я думаю, тут ни у одного здравомыслящего депутата не возникнет каких-то других идей и желаний, кроме как встать на защиту экологии города, на защиту горожан и предпринять все возможные действия для того, чтобы эту ситуацию исправить. Было принято решение о создании комиссии. Какие полномочия, во-первых, у этой комиссии и какая ее задача? Задача этой комиссии в первую очередь изучить досконально и профессионально этот вопрос. Вопрос дноуглубления. Не только дноуглубления, то есть самого процесса, как раз, наверное, процесс меньше интересовать должен депутатов. То есть непосредственно как принцип работы насоса, это не то, что должно интересовать депутатов. А вот его законность, легитимность, сам процесс предоставления и согласования документов, это та тема, которую должны депутаты в этой комиссии изучить и предоставить всем остальным, городскому совету, городскому главе информацию о выводах, которые они сделали. Ну и возможно, возможно найти виноватых. Хорошо, я для наших зрителей напомню, что телефон, который вы видите на экране, вы можете дозвониться и задать вопросы в прямом эфире. Мы продолжим наше обсуждение. Есть еще один важный пункт, который был принят на этой сессии. Давайте мы сначала тогда поговорим о том, что было принято, а потом расскажем, как это было принято. Сегодня, среди прочего, больше 300 миллионов гривен бюджета было перераспределено. И вот тогда вопрос к вам, Андрей, сразу. Поскольку львиная часть этого бюджета ушла на департамент ЖКХ и как распорядителя средств, расскажите, на что эти были деньги, нужна ли была срочность, потому что вообще, собственно говоря, сам скандал и, собственно говоря, вот эти вот, ну, все такие информационные поводы, которые, безусловно, наши зрители либо читали в интернет-ресурсах, либо увидят потом в газетных изданиях, там самое главное, что этот проект не висел на сайте горсовета 20 дней. Но мэр сослался на норму закона, если есть невидкладные дии, то этот процесс можно ускорить. Какие невидкладные дии касаются ЖКХ? Вот, собственно говоря, у нас достаточно частые гости, очень много жалоб мы их перечислять не будем, но какие основные пункты, вот вы считаете, что надо было 100% принять и они были приняты? Вот смотрите, по департаменту ЖКХ идет дополнительное финансирование на уровне 120 миллионов. Принимать такую сумму в августе, там, в сентябре, какой резон, кто и когда сделать эти работы? Второй момент о том, что да, мы уже давно подали свои пожелания о том, что мы хотим, ну, не пожелания, а тут необходимость в тех или иных работах для проведения, для нужд города. Ну, например, из этих 120 миллионов, порядка 50 миллионов, это ремонт дорог и внутриквартальных проездов. Которые можно сделать, в принципе, в сезон. Которые надо сейчас сделать. Вот мы вспомним ситуацию прошлого года, когда деньги нам выделены были поздно, и мы пока документацию сделали, пока прошли экспертизу, пока декларация, пока договора. Это длительный процесс. И мы вышли под конец года и очень много работ не сделали, очень много работ не сделали. Такого мы не хотим в этом году, чтобы было допущено, поэтому их надо делать сейчас, как раз пока лето, пока теплая погода, пока большой день. Их надо делать сейчас. Второй момент. Там порядка 6 миллионов – это оплата электрической энергии. На сегодняшний момент, по нашим лимитам, учитывая рост той электрической энергии, которая произошла в этом году, цена, стоимость киловатта, мы подходим к критической точке, отметке, потому что у нас заканчиваются договора на потребление электрической энергии для внешнего освещения города. И это надо делать сейчас, потому что завтра будет уже поздно. Завтра мы будем уже… В темноте. В темноте. Следующий момент. Есть и все депутаты задекларировали подготовку и готовность помогать в объединении совладельствиями квартирных домов. У нас было, к нам поступило за год, порядка 180 заявок от СББ. Все эти заявки были людям рекомендованы, как подготовить пакет документов, что порядка 50-ти чем-то заявок было просмотрено рабочей группой, там, где пакет документов был подан. Они все прошли рабочую группу и допущены к финансированию. И в той декларации помощи СББ, как можно еще дольше ждать, когда надо их сейчас делать. Когда люди собрали 10% свое софинансирование, готовы к работам, а мы задерживаем финансирование. Хотя обещали. Да, хотя обещали. Следующий вопрос. Мы в прошлом году обещали, что мы сделаем работы по ограждению полигона твердых бытовых отходов. И это обращался Николаевский район, их совет в отношении, что работы вы сделаете, потому что мы же имеем проблему. Необходимо дофинансировать для того, чтобы эту работу сделать. Она тоже должна быть сезонной выполненной. Конечно, потому что там же бетонирование идет, это же бетонирование опор и установка этого ограждения. Потом следующий вопрос. У нас запланировано освещение двух участков. Участков в районе перегона, в районе 295-й селковой дивизии и флотского бульвара. И там, и там у нас не хватает средств по первому бюджету. И здесь идет их дофинансирование. Это же не где-то чей-то округ. Это общая потребность. Потому что там люди ездят через этот перегон, и они ездят в темноте. Флотский бульвар сейчас начался уже, точнее, массовое движение людей в эту зону, зону отдыха. А там освещения как такового нет. И масса дурих вопросов, которые есть очень животрепещущих и нужных для города. Давайте ответим на звоночек нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Уважаемые депутаты, скажите, пожалуйста, вы давно были в районе рейс-вокзала? Спасибо. И это весь вопрос? Да. Спасибо. Спасибо. С трубого фонтана труба есть такая, бежит. Там такие шкали вылетают, особенно по утрам, где-то вот, сейчас их около 7-8 утра. Спасибо. Я понимаю даже, о какой вы трубе говорите. Я тоже видел, и там, мы даже там ходили с Юрием Гавришем, и это все дела смотрели. Ну, вопрос был депутату, прошу. Когда вы были последний раз на рейс-вокзале, и видели ли вы эту трубу? На рейс-вокзале последний раз я был в прошлом году. Я рекомендую вам съездить, присоединяюсь к этому вопросу. Я рекомендую вам съездить и посмотреть, это действительно большая-большая проблема. Я думаю, для того, чтобы от этого, это была не просто поездка, меня с вами, например, а от этой поездки действительно был толк, то мне и вам нужно туда выезжать исключительно в сопровождении наших уважаемых представителей исполнительной власти, в том числе Андрея Николаевича, который профессионально может, во-первых, дать комментарии, что это такое, и во-вторых, что с этим делать. Потому что иначе мы просто посмотрим на эту трубу и пойдем к Андрею Николаевичу доносить ему информацию о том, что там происходит. Не, ну в фейсбуке еще можно написать. Можно в фейсбуке писать. Он все-таки вернулся в город. На сегодняшний момент там нуждается этот сквер в самом ремонте. Касательно трубы вот этой вот ливневой, то, что течет, она у нас, была проработка с Эл-Уфтодорог, мы уже проговаривали о том, чтобы ее сделать, восстановить, потому что оно там перекошено, там эти все плиты по которым, лотки по которым течет, оно сместилось, и оно течет просто на проезжую часть. То есть там эту работу мы сделаем в этом году. Что касательно всего остального, то на сегодняшний момент нами подготовлен проект решения исполкома о перезакреплении зон зеленых и зону речи вокзала мы хотим, департамент ЖГХ хочет взять на себя, для того, чтобы возможно, чтобы в дальнейшем ее провести соответствующую реконструкцию и обновление, так как там тоже очень много людей ходит наших граждан. Спасибо. Продолжим мы тогда нашу беседу, пока у нас нет звоночков. Очень еще, очень важный еще момент. Вот мы говорили перед этим, Андрей говорил о том, что вот действительно были какие-то там, в общем, навискладные, навискладные такие причины для того, чтобы принять этот сегодня бюджет. И, собственно говоря, наверное, многие это понимают. Но давайте тогда, Федор, к вам в комментарии. Опять очередная свадьба. Мы сейчас не в деталях, но все-таки о политике, наверное, стоит поговорить, потому что очень во многих СМИ прозвучало о том, что опять какая-то коалиция образовалась и так далее. Как это было, что это было за коалиция? Вот давайте подробности, так скажем, изнутри. В очередной раз я буду говорить, что, ну вот, некоторым вопросом, когда... Мы сейчас говорим о голосовании за бюджет. О голосовании за бюджет. Уже второй раз этому вопросу его пытаются из практического и хозяйственного перевести в политический. И упрекать нас, в частности, фракцию самопомощи, а посмотрите словами, а посмотрите, с кем они голосовали. Я в очередной раз отвечу и заявлю и наперед о том, что ради дела и ради блага города мы будем работать с кем угодно. И не будем перебирать, этот мне депутат нравится, а этот не нравится. С этим я буду голосовать, а с этим не буду. Я призывал на сессии абсолютно всех оставить свои личные какие-то амбиции, политические амбиции и проголосовать за это решение. Почему? Потому что самое главное, что нужно оценивать, я прошу всех горожан смотреть не только заголовки, там, где зачастую пишут, а вот посмотрите, самопомощь с теми там проголосовала. Хотя, кстати, сегодня в голосовании участвовали как минимум три фракции, поэтому говорить о свадьбе достаточно тяжело, либо это какая-то нетрадиционная свадьба. Шведская? Ну, возможно, да. Значит, а посмотреть, за что голосовали. Почему-то у многих депутатов, у тех же, которые, или у политических деятелей, которые сегодня вот там просто были очень щедры на критику и на какие-то сравнения не очень уважительные, не возникает вопросов, когда депутаты других фракций объединяются для того, чтобы проголосовать, узаконить там скандальные гаражи на Первой Слободской. Никого нет вопросов. Когда объединяются депутаты других фракций для того, чтобы протащить, протащить именно прихватизацию, которую потом мэру приходится витировать, тоже ни у кого не возникает вопросов. Зато, когда самопомощь голосует за бюджет, это пытаются ставить нам в упрёвку. Я лично не считаю, что мы поступаем плохо или вредим горожанам, голосуя за бюджет города, который должен действовать и работать на благо жителей города. В том числе вот в этом бюджете, сейчас, возможно, кто-то смотрит меня из жителей ОСМД на парусном 7А. Благодаря этому голосованию у них будет капитальный ремонт крыши. Благодаря этому голосованию оздоравливать будут тысячи детей летом, а не осенью. 2130 что-то, если мне память не изменит. Благодаря этому голосованию будут покупать квартиры для участников АТО. Что плохого в этом, я не понимаю. Почему нас пытаются этим упрекать? Более того, назвать, например, мои отношения с Андреем Николаевичем тёплыми нельзя. Все это прекрасно знают, и я часто и публично критикую его работу. Надо было мне между вами сесть на всякий случай. Ну, и Андрей Николаевич даст мне соврать. Очень часто я выступаю с критикой его работы. И я могу сказать, что вот по конкретным вопросам я недоволен его работой. Но я не считаю, что это способ улучшения работы департамента ЖКХ, саботирование его работы. Потому что предъявлять претензии, извините, к нему же о том, что какие-то работы не были сделаны, при этом не выделяя на это деньги, ну это просто абсурд и какие-то манипуляции. Ну, тогда у меня сразу встречный же ещё один вопрос. Вы извините, Андрей Николаевич, у нас политическая такая дебата. Почему не проголосовали за признание России страной агрессором? Я сегодня опять же делал заявление в сессионном зале. И ещё раз повторюсь. Мы готовы, фракция «Самопомощь», единогласно готовы поддержать это решение в любой момент, когда оно будет вынесено в зал. Если есть желание у инициатора этого решения завтра собрать внеочередную сессию, мы на неё придём. Более того, мы готовы дать подписи прямо сегодня. И даже если он мне позвонит в 3 часа ночи и скажет, что они созрели собирать подписи за собрание завтра утром внеочередной сессии, мы дадим подписи и завтра утром мы будем на внеочередной сессии и будем поддерживать этот вопрос. Вопрос в том, что почему-то подставили своего коллегу-депутата, который огромным уважением моим пользуется, его коллеги и соратники, в каком плане он вынес решение, проект решения, а его коллеги по партии не удосужились прийти. Посмотрите, сегодня можно в записи посмотреть количество людей в том конце зала. Там постоянно сидело 2-3 человека. 2-3. Что ж, давайте мы буквально на завершение программы примем, нам дозвонился зритель наш премиум звоночек. Добрый вечер в эфире, слушаем вас. Хорошо. Я прошу, здравствуйте, Андрей Николаевич. Я прошу вас, чтобы вы мне ответили, когда вы сделаете межпанельные стыки моей квартиры. У меня есть ваше заключение за 2016 год, а потом я в сентябре 2016 была у вас на личном приеме, и вы мне ответили. Адрес, пожалуйста. Что через недельку-две придут вам и сделают. Адрес, пожалуйста, скажите. И до сих пор уже закончился май 2017. Адрес, скажите, пожалуйста, адрес. Крылова, 44А, квартира 61. Спасибо. Когда сделают конкретный вопрос, абстрагируемся от политики. Я посмотрю, потому что я бы такого обещания не дал. Крылова, 44А. Я думаю, что у вас есть такое... Тем более в квартире. В квартире мы не делаем ремонты, мы с панельных слов. Мы делаем на дом целиком. 44А. Квартира 60. Я уже не помню. Ну, в записи посмотрите. Завтра будет запись. Я вам обязательно ее сброшу. Посмотрите и ответите. Я думаю, что контактные есть. Что ж, у нас, я так понимаю, буквально 2 минуты эфира осталось. Итак, по стране-агрессору мы разобрались. По дно углублению позиция депутатского корпуса и департамента ЖКХ нам со зрителями понятно более-менее. Еще, ну, последний вопрос. Дороги. Дороги сказали о том, что выделили 50 миллионов из этих. Вы оглашали, какие именно дороги будут сделаны. Я вас попрошу сделать это еще раз, потому что не все смотрели сессию, не все читали об этом. На какие дороги эти деньги пойдут? В первую очередь, в самой большой массе, это пойдет на дорогу улицу Пограничную. Почему? Потому что загруженность центра города транспортом является очень-очень объемной и нуждается вторая, благоприятная маэстраль для проезда транспорта. Кроме того, будут еще сделаны участки дорог, они будут в меньшей доле, это и участки по улице Багявлинскому, и участки по улице Троицкой. Но основная льдвинная доля ляжет на улицу Пограничную. Что ж, и последний вопрос вам, Федор. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили очень много опять о бюджетах, опять мы говорили о политике. Стоит заметить, вы как глава фракции сильно подросли, мне очень приятно с вами общаться. У вас сейчас достаточно, ну, говорить вы стали гораздо лучше. Но хочется еще действовать. Помните, у нас был не так давно, мы обсуждали с вами историю о рынке на вашем участке. Чем она сейчас закончилась, что там происходит? Рынок, который демонтировали, последний ларек там, и вроде там ходили слухи о том, что там будет реконструкция. Что там сейчас происходит? Ну, на данный момент, вот вся та стихийная торговля, которая была, именно те предприниматели, которые, это жители окрестных домов, те предприниматели, которые там и торговали. Сейчас торгуют там же, но, во-первых, их подвинули согласно требованию архитектуры, там согласно красных линий и так далее, и так далее. Во-вторых, они там частично собственные средства, частично, насколько я знаю, они там предприниматели еще каких-то привлекали к этому проекту, облагородили свои рабочие места, облагородили, ну и сами для себя создали нормальные рабочие места, в которых сейчас, во-первых, не стыдно, когда люди проходят или проезжают мимо смотреть на это. Во-вторых, сами эти предприниматели находятся в нормальных человеческих условиях, а не в халабудах, сколоченных из досок, палок, тряпок и так далее. Ну, хотелось бы, фотоотчет было-стало, если есть такая возможность. На самом деле, для жителей округа и для меня лично, я впервые, например, увидел за последние 25 лет, я впервые увидел фасад проспекта Героев Украины в районной остановке Школьной, полностью не заставленный ларьками. Там сейчас остался один единственный, который, я так понимаю, в процессе сейчас на комиссии находится решение о его демонтаже. Все, спасибо. На этом время мы уже все выбрали, спасибо нашим гостям за то, что пришли, спасибо нашим зрителям за то, что смотрели, принимали участие в нашей программе. Как всегда, по средам мы будем встречаться и опять говорить с нашей муниципальной властью, с нашей городской властью, как она улучшает или, может быть, ухудшает жизнь. Поэтому не переключайтесь, телеганал Николаев с нами всегда интересно. До следующей среды. Субтитры создавал DimaTorzok